Но безуспешного штурма, когда на пути мяча стеной вставал не былинный, а вполне современный герой. Так произошло и в матче второго тура Лиги Чемпионов во встрече бельгийского брюге с российским локомотивом. Тяжелая пост от бельгийских башмаков не слишком напугала гостей, тем более что никаких откровений игра хозяев себе не таила. Проход, навес, удар, вот привычная демонстрация заученных параграфов из области футбольной грамматики. Однако предмет футболисты брюге знали отменно. Наглядные иллюстрации тому могут служить комбинации с участием Гаэтана Энглеберта, Сергея Серебренникова, Андреаса Мендосы. Однажды, казалось, уже наверняка бил Герт Хархейн, но мяч, посланный им в угол ворот, выбил Дмитрий Лосков. Наверняка бельгийцев основательно нервировал и Сергей Овчинников, которому везде и до всего было дело. Постепенно москвичи освоились в кипящем котле 30-тысячного стадиона Ян Брейдель. Удар Лоскова вышел на заглядение, но чуть-чуть не точно. А потом верный шанс упустил Руслан Гименов, которого капитан Лока вывел на деловой разговор с данным Ферлинденом. Однако галкипер брюге, похожий на крепкого пенсионера, превратил шансы Лока из стопроцентных в нулевые. Затем форвард снова побеседовал с галкипером, и опять они не поняли друг друга. После перерыва колонны фламандцев сутбольной силой принялись стучаться в ворота локомотива. После удара Хархейна чудом не оказался в нокауте Дмитрий Сенников и совсем немного не рассчитал свои действия Мендоса. А вот потом наступило время бенефиса Сергея Ивановича Овчинникова. Для затравки вратарь Лока отразил болезненный укол Оливера де Кока. Потом галкипер блистательно разобрался со своим тезкой Серебренниковым, вытащив мяч из-под перекладины. И наконец местные зрители от огорчения схватились за головы, когда русский гигант вышел победителем из новой дуэли, на этот раз с Сергейном. К великому сожалению, в эти минуты мяч с незавидным постоянством взваливался с ног футболистов локомотива. И опасные моменты у ворот бельгийцев остались только в воспоминании. Как легкий намек на них, можно расценивать штрафной у ворот Ферлингена, исполненный дважды, но с одинаковым неуспехом, да не точный удар Вадима Евсеева с острого угла. Мог стать герой матча и Ласьков, однако под занавес игры судьба взяла ему совсем иную роль. Чем дальше игра уходила в темный лес бельгийского навала, тем больше возникало опасений за искотпрытия. Тревога еще больше усилилась, когда португальский судья Павло Кошта за второе предупреждение отправил в раздевалку капитана гостей. К счастью, на поле незыблемый скалой продолжал выситься от чинников. Уже в добавленное время он сумел отразить очередной бесчетный удар в створ собственных ворот, и почти тут же прозвучал спасительный финальный свисток. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok